Дорогие коллеги, добрый вечер! 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 И я хотел бы еще раз напомнить, что наш мониторинг ведется в формате партнерской истории, публичной и главной истории. То есть когда академические историки пытаются понять отношение современного общества к очень знаковой, важной дате, которая, я бы сказал, является брендовой. Это столетие русской революции. Конечно, за три месяца произошло очень много изменений. И вы о многих сегодня услышите, но я хотел бы просто со своей точки зрения отметить несколько важных реперных точек. Прежде всего, они связаны с тем, что с запозданием, наконец, появились организационные структуры, которые будут предлагать обществу модель, формат празднования этой большой даты. Это, прежде всего, оргкомитет, созданный по указу президента, в который вошли различные общественные лица и государственные лица. Затем это Координационный сайт Левых сил и отдельный организационный комитет, который создала Казахстанная партия Российской Федерации ВВС Зюганова. Поэтому идет обрастание какими-то уже институциями этого важного события. И вот из того, что уже можно было услышать от этих всех организационных комитетов, структур, мы можем сказать, что уже появились акценты празднования. Они связаны, прежде всего, с тем, что этот праздник должен попытаться примирить различные силы. И, прежде всего, развиваются белые и красные примирить для того, чтобы общество было стабильное и жило в согласии друг с другом. Люди жилят в согласии друг с другом. Затем очень четко просвещал акцент о том, что это единый процесс, единая русская революция, которую не надо делить, допустим, на две революции, либо на плохой февраль и хороший октябрь, либо наоборот. Это было очень важно. Просвещала также очень важная мысль о том, что не надо допустить того, чтобы это 100-летний юбилей попытались наши бывшие Советские Республики расточить по национальным квартирам. Это единый праздник, это общий праздник, и не только бывшего советского пространства, но это и праздник, который имеет дорогое случайное. Потому что, если вы читаете Советскую прессу, вы можете понять, что случайное 1917 года, оно очень смысл, очень сильное, потому что все понимают, какой вклад совершила эта революция в изменении миропорядка, изменении социальной политики западных классических государств, изменении социальной политики. Это все результаты 1917 года. И, наконец, послушала еще одна важная мысль, посмотрим, как это будет развиваться, о том, что 1917 год может быть точкой новой атаки на Россию, негативной атаки, то есть представления России с отрицательным знаком. Посмотрим, надо быть тоже к этому готовым, надо быть готовым к тому, чтобы поступать в дискуссии и по этому вопросу. Так что, уже три месяца видно, что идет очень серьезная раскрутка, идет этого праздника, и поэтому, естественно, возрастает роль планиторинга, на которой решилась наша ассоциация. Конечно, пресс-конференция дает только маленькую долю того, что делается и того, что происходит в стране и в мире, и поэтому все это вы можете следить по нашему сайту, там каждый месяц происходит обновление материалов, есть серьезные обзоры, есть текущая хроника событий, рефлексий, есть отражение всех акций, которые предпринимает ассоциация для того, чтобы посмотреть, как бытует 17-й год в современном обществе. Профессиональные историки изучают, открывают, представят новые вопросы, а вот наша ассоциация поставила перед собой задачей посмотреть, как общество реагирует, что для общества значит это великое историческое событие. Теперь я хотел бы вам представить сначала участников мониторинга и поле исследования каждого из этих участников, а затем мы приступим уже к кратким выступлениям. Сегодня определенные только части коллег, потому что на пресс-конференции первой мы слушали вопросы, связанные с отношением к религиозной конфессии, к 17-м году отношение к молодежи и экстремистских организаций, мы слушали сообщения о том, как литература, театр, кино, телевидение реагируют на этот праздник. Сегодня будут новые темы. Но сначала всех участников я буду вот так идти против солнышки. Итак, Леонид Максименко, член нашей ассоциации, он отслеживает, как и в прошлом, в проекте, связанном с 70-летним победой, и поэтому вы можете потом подходить, если что-то вы не услышите, вы можете каждому подойти и договорить, если вы не успели что-то услышать. Леонид занимается архивной политикой, связанной со столетиями революции. Очень важное поле исследования и мониторинга. Людмила Султановна Гатагова, я тебе отчество, если я забываю, Леонид Валентинович. Людмила Султановна Гатагова занимается у нас отношением ближнего сурбежья, то есть стран СНГ и Балтии, как они воспринимают этот юбилей. И, естественно, все вопросы, которые связаны с национальным вопросом, с национальным отношением, тоже пользует зрение Людмила Султановны. Петр Николаевич Боратов, как и в прошлом мониторинге, он отвечает за самую, может быть, новую, новаторскую. Новаторское поле – это интернет. То есть все, что происходит в социальных сетях, в интернете, связанной с революцией, в отличие от того, чем занимаются академические меры и социальные структуры, это все в поле его зрения. Затем Петр Владимирович Акульшин, он, я не говорю, кто представит какие институции, потому что у вас в программе это написано. Петр Владимирович у нас вместе со своим коллегой Игорем Николаевичем Гребенкиным отвечает за научную рефлексию, то есть за историографию этого вопроса. Татьяна Александровна Филиппова отвечает в нашем исследовании тоже за, можно сказать, очень сложную, противоречивую вещь – это отношение и науки, и общества к вождям революции, к вождям красного движения, белого движения. То есть очень сложный комплекс вопросов поднимает она. Затем Сергей Петрович Червина, он привлек внимание и в первом мониторинге, и теперь во втором, с тем образным рядом, который открывает это знаковое событие. Он выступал на проживой конференции. Сегодня мы узнаем очень много нового, какими образами, как визуально воспринимает мир и страна этот юбилейский. Борис Владимирович Соколов отвечает у нас, он выступал на проживой конференции, отвечает у нас за литературу, театр, связанный, конечно, с информатургией, кино, телевизионными документальными сериалами. И еще кто у нас сегодня присутствует из участников проекта, Владимир Александрович Невежин. Владимир Александрович Невежин со своей коллегой Екатериной Собликиной у нас отслеживает более очень необычное, очень необычное, и многие от этого забывают, нам нужно представить картину, а вот как Великобритания, как Соединенные Америки, как Франция праздновали 100-летние, 150-летние, 200-летние юбилеи своих великих революций. И мы можем сравнить, как это происходило у них, и смотреть, сравнивать с нами. Вот я представил почти всех, я бы хотел еще бы, многие уже знают, я хотел бы еще представить Александра Павловича Рыбакова, нашего коллегу, другу, координатора многих проектов, которые осуществляла торгово-промышленная палата, а сейчас, я надеюсь, Центр международной торговли с нашей ассоциацией. Вот опаздывает Сергей Георгиевич Антоненко на пресс-инференции на первой, он всех очень удивил любопытными наблюдениями о том, как церковь, как религиозная конфессия относится к строительству и деревьям. Сегодня он не уступает, но вопросы, которые не уступают, тоже могут быть обращены, либо когда у нас будет неформальная часть, за той дверью мы можем продолжить дискуссию и ошуждение вопросов. Итак, мы даем сегодня участникам проекта буквально по 7 минут, чтобы они буквально тезисно, точечно обозначили францессы, которые происходят в их поле исследования. Затем мы попросим вас задать вопросы всем участникам проекта, надежде ли нижние дни, пожалуйста. Но все, что мы не договорим, на что у нас буквально дана нам полтора часа для формальной части, все, что мы не успеем договорить, мы договорим уже за той дверью. Я в заключение хотел бы выразить благодарность тем журналистам, тем средствам массовой информации, которые проявили интерес к нашему проекту. Я очень рад видеть молодых журналистов из Российского университета «Дружба народов». Благодаря Елене Катеринец, профессору РУДН, мы рады, что вы с нами сегодня снова. Это для нас тоже очень важный стиль. Итак, я вот сказал вступительные слова, и теперь я хотел бы предоставить первое слово о научной дефлексии и связанной с революцией Петру Владимировичу Акульши. Пожалуйста, поближе к микрофону. Спасибо, нажимать. Нажимать не надо, они автоматически включены. Пожалуйста. У нас это очень сложная задача, если в плане психологического, нужно организировать, давать оценку своим коллегам, какому, а часто друзьям, товарищам. Если все это обобщить, то у меня состоят четыре, то есть три чисто научных, а четвертый на стыке науки. То есть, что за 30-70-летие наша физка, ну-ка, дозрела до того, чтобы создать большой нарратив по событиям революции к Адессону Микландову нам самим, как с современником, ну и по тому, как мы видели, события в Садебнике. Это вещь нужная. Второй вопрос. Сложилась теоретическая революция, которая вошла в учебку, где-то в учебку, где-то в учебку, где-то в школу, на которую наша молодежь в ближайшие результаты использует как рампу, как укладывать свои... здесь такая акустика все что вы говорите мы все слышим поэтому наливите терпения и не выдавайте нам свои секреты пожалуйста сути это гадисации что революция у нас было 2 3 не было началось ранее семнадцатого года и завершилась очевидно весне 21 года некоторые коллеги занимаются т.е. изучением христианства христианское движение тем берут еще шире под беря опыт той же мексики например начинается 1903 года первого равномерно волнение 20 века в россии завершают где-то двадцать девятым пациентами ну и третий тезис почему название было обозванным мать не кочнется есть так посмотреть то несомненно то что революция плюсах-минусах нравится кому-либо из истории не нравится отдельные события люди и силы это венец пеномерная порожденная россии до семнадцатого года источник проводивший наши с вами современное общество но четвертый тест не столько про историю про на фоне этих тенденций где-то с ним для месяца у нас и вернулась настоящий было гвардейская карта но есть то есть еще было гвардейская то есть посылок и ощущение что гражданская война и они еще как часто дело белая гвардия момент успешных действий все это были большие но несколько нахраг вам желание отстоять свою точку зрения очень почтенно очень почтенно участвовать и декабре успехности конференцию с хорошим названием россии черный и вот этой энергии надо скомпенсировать то что в общем-то это не полагающая точка зрения среди современных и столько да у нас не балуете сегодня наблюдениями но может быть вопросы когда дополнительно раскроют новые граники научной инфляции следует опасаться достаточно большей степени уверенностью утверждать что а мы уже и по всей вероятности это движение взаимное то есть не только со стороны постсоветских государств но и со стороны россии почему я делаю такой вывод он наш предварительный но пока что я его сделала потому что в программе мероприятия которая разработала российское историческое общество и которую утвердил оргкомитет специально созданный для организации этого столетия празднования столетия и отмечания точнее сказать а вот из 107 пунктов которые есть в этой программе один я нашла пункт который касается постсоветских государств и что это за пункт это речь идет о круглым столе который пройдет марте этого года россия литва 1918 1921 то есть о семнадцатом годе а в ходе этого круглого стола говорится даже почему так произошло потому что мы сами понимаем что за 20 20 25 26 лет все почти постсоветские государства обживались собственно нарративами национальных историй и все они поместили события семнадцатого года в какую-то удобную для них рамку в какой-то нишу в которой они считают должно пребывать это событие и соответственно нам придется учитывать этот факт собственно говоря многие историки такое мнение разделяют вот в частности японский историк хоруги вага чье мнение разделяет масса коллег считает что октябрьская революция подобной великой французской революции представляла собой спектр разновременных и разномасштабных революций порожденных специфическими условиями первой мировой войны другой историк петербургский историк борис колонинский считает февраль наступил до февраля революция распространялась по почте из центра на окраины октябрь же это не забоя во многом стихийное явление по его мнению октябре много и до октября самого октября и после октября поэтому мне придется учитывать процессы мониторинга тот факт что в необъятном социальном пространстве российской империи имели место многочисленные локальные проявления эволюционной стихии которые обернулись с марс народными последствиями скажем если мы возьмем страны прибалтики то для них 17 год это при тече 18 в котором они все обрели независимость и собственно каждая из этих стран будет праздновать в семнадцатом году столетие своей независимости они приурочили к этому уже довольно много всяких мероприятий так в эстонской республике его отметить 24 февраля восемнадцатого года и в списке торжеств в честь столетия более 150 мероприятий и различных событий в литве будут отмечать 16 февраля 2018 года когда литовская тарифа объявила восстановление независимой литвы которую некогда погласила речь посполитая а потом российская империя точно так же примерно и в латвии что касается средней азии то они уже можно сказать в разные столетия потому что они не прочь свою революцию в событии тургестанского восстания 1916 года и в прошлом году прошел целый ряд таких довольно масштабных мероприятий в виде конференций круглых столов выходили книги устраивались выставки то есть средние азии практически все республики ну в первую очередь казахстан уже можно сказать отметились своей своим столетиям и собственно говоря 17 год для них тоже не такой существенный если взять белоруссию то белоруссии конечно будет два подхода один официальный исходящий от верховной власти а другой неофициальный вот один из белорусских историков некий доктор исторических наук михаил стрелец сказал в любом цивилизованном обществе не празднует государственные перевороты 25 26 октября 1917 года в россии произошел государственный переворот судьбу россии должно было определить учредительное собрание которое было избрана на основе подлинных свободных выборов и естественно его делегаты были полностью легитимные в определении планов дальнейшего развития россии большевики на выборах учредительное собрание набрали мнение четверти голосов и никак не могли быть легитимы вот это мнение историка я думаю что на официальном уровне в беларуси будет несколько иначе пожалуй единственная страна в которой вот только к сегодняшнему дню на самом высоком государственном уровне или о праздновании об отмечании этой даты празднования это украина где выступил президент порошенко который заявил о том что собственно на украине тоже самое там привязывают революцию к борьбе украинского народа за независимость но порошенко выступил и объявил о том что в этом году будет проведено много всяческих мероприятий посвященных этому событию и что украина украина должна как следует отметить год украинской революции который он заключил даты 1917 и 1921 и существует уже издан официальный документ президента о мероприятиях по празднованию столетия событий украинской революции 1917-1921 годов отмечается что его целью является почитание традиции борьбы за независимость и соборность украины и признание исторического значения событий связано с освободительной борьбой начала двадцатого века кабинет министров утвердил план по празднованию столетия событий украинской революции и чествование памяти участников которые предусматривают сооружение монумента соборности и памятника главе директории и главному атаману украинской народной республики зимуру петлюли филе ну вот пожалуй я вам вкратце осветила какие тенденции и траги наблюдаются в постсоветских государствах все остальное я надеюсь так сказать в дальнейшем спасибо спасибо лимона султановна вопросы все потом сначала мы всех послушаем потом уже развернем дискуссию либо уточнение момента даин вангинович зименков активная политика спасибо не ближе неделю назад у нас может не было чужого предметного разговора потому что еще не были известны документы но вот за прошедшие несколько дней по правительству руководством академии патрухунова опубликовал план и поэтому может получиться предметный анализ предварительного плана с точки зрения архивной составляющей напомним что в нашей стране под эгидой росархива для федерального архивного месяца существует 15 федеральных архив большинство в москве и также в петербурге и гладивостоке и саратов что привлекает какое внимание в этом плане в нем сто семь позиций уже сказано и семь разделов трех разделах архивы не фигурируют это мемориальные мероприятия раздел мультимедиа и кино телепроекты может быть архив будут присутствовать но в подробные распечатки их нет и мероприятия за рубежом можно перечислить города мира где предполагаются крупные российские выставки или совместные и исключительно российские средства через свои силы это амстердам лондон тюрих энцбург берлин мюнген париж то есть радиография понятно это в основном европа и столица китая и то что мы называем дальний взрыв нет снг и нет ближнего взрыва держи бывших стран варшавского договора соцсетей научных домопомощи так что это вот как раз укладывается в общее направление не создавать какие-то конфертиционных ситуации и общего это установка на примирение заставляет думать о том что на этих выставках список имеется будет еще раз упомянута в искусстве великого октября что уже было отработано и так архивы архивы во-первых представлены в комитетом в комитете двумя ректорами 2 из 15 федеральных архив это российский государственный социально-политической истории для людей старшего поколения бывший центральный партийный архив и госархив российской федерации для людей нашего поколения бывший центральный государственный архив октябрьской революции то есть понятно что это логично это два головных учреждения нашей архивной памяти исторической памяти с одной стороны большевистской партии с архивами ленина и других вождает тебя с другой государственный архив собраны также документы царской династии в первом разделе экспедиционные выставочные мероприятия и уделено основное внимание то есть выставки чем больше людей посетят тем лучше архивы присутствуют выставки женщины революция столетию представления женщинам россии избирательных прав вторая выставка код революции отдельный выставка в петербурге один день жизни города и страны по видению здесь они делаются идеи известного проекта максима горького день мира и наконец межархивная выставка ленина она пройдет в выставочном зале федеральных архив и большой пироговский продолжить северный выставок вождя советского союза что здесь уже не столько настораживает сколько заставляет задать вопрос из 15 архивов участвуют только один прогаски что будет составить непонятно второй раздел это издательские образовательные проекты утверждено 20 позиций в том числе альбом 17 год энциклопедия россии в семнадцатом году сборник документов и научных статей света тени русской революции и альбом россия в семнадцатом году образы и тексты здесь опять-таки указано издательство на такие масштабные проекты это издательство драфа и издательство политические бесплатные в чем видите проблемы и уязвимость данного сегмента для архивного сообщества я повторяю 15 архив количество издательств считал их много в том что главный редактор издательства вот этого роста который получил большинство проекта является одновременно директором архива который получил большинство проект здесь какая-то выражает свое личное оценочное мнение что возможно будет присутствовать элемент конфликт интересов и вероятно соответствующая составляющая выиграет отсутствие конкуренции выиграет выиграть от отсутствия конкуренции новизна и актуальность изучения адреса русской революции будет судить уже в ходе проекта будет дальше заявлено 3 многотомных проекта один из них опять-таки реализуют указанные учреждения конфессиональных политикой советской власти кроме того выйдет еще два проекта первые тома правда это колчак в верховных районах россии тоже будет интересно смотреть с учетом истории сегодня до страдания а также протоколы транштабского совета третий раздел плана это конференции будет международная научная конференция документальной наследие революции 17 года в россии обращаем внимание ментально наследие революции в россии то есть на главе не совсем понятно то ли документальное наследство россии то ли революции ну если будет верно второе то интересно будет присутствовать из таких архивов соединенных штатов как бахминцевской коллекции ну разумеется конференцию и уже единовично это революции проблемы источниками и вот здесь я должен сказать что проблему действительно большая серьезная и она связана с так называемым нынешней архивной политики запрета доступа к личным делам на основании того что они содержат личную тайну поэтому мы даже сегодня не можем получить достоверную информацию что же находилось в партийных личных делах таких важней октябрьской революции как держимский чеченен красен крупской фронзы и традиционных делам регрессированного года кольтой личности сотен тысяч деятелей большевисты партии советского государства для тех из вас кто может не совсем понимает что это значит запрет на отличные дела я зачитаю вот такую справку который встречает всех посетителей государственного архива российской федерации где написано так света что что и почему запрещено цитата сведения о фактор события и обстоятельства жизни гражданина позволяющие идентифицировать его личность являются его персональными данными которые случайно руку не могут нанести субъекту персональных данных ущерб морально и материально физически как вы понимаете как это можно вести ущерб морально материально физическому укропской или держится но если есть еще один одно положение которое о котором уведомляют историков это ограничение в доступе к архивным документам содержащих профессиональные персональные данные устанавливается на 75 лет со времени создания это вообще абсурдно то что если где держится более же когда не справка и владимир чандрова в семьдесят пятого года то автоматически делать продолжаем последний раздел это вероятнее региональное отделение российского исторического общества здесь последняя строчка из статистической позиции это открытие в декабре семнадцатого года государственного архива в Дианской области но это примечательное символическое событие с учетом того что два родителя русской эволюции Ференцева и Ульяна Кремен не только родились и провели детство в Сибирске но и учились в одной днице так вот значит подведем итоги из 15 федеральных архив фактически официально и полномасштаб участвует только один это маловато наши архивы собраны колоссальные национальные богатства и они должны в годы столетия прошлой революции быть записаны например обидно что закрыт на неизвестный срок другой бывший архив главной партийной архив это архив бывшего общего отдела ЦК КПСС ныне архив новейшей истории куда на протяжении десятилетий передаются архивы по рейсбюро архив закрыт в связи с переездом со старой площади на за москва речи и закрыть по принципу от забора и дали то есть закрыть 1 мая тогда трудится неизвестно что касается ведомственных архив которые тоже но на то не ведомственные и они могли бы конечно добавить в свою документальную революцию но в проекте они не участвуют в заключении скажу как часто бывает в нашей истории при отмеченном ограничении существующего поле деятельности инициатива переходит на места и вот там она начинает принимать некую причудливый спор в нашей расистской гуманте вот например интернет запомните по выми обращениям уважаемые коллеги посоветуйте какие можно провести мероприятие в столетии октябрьской революте нужно в плане что найти не могу уже появляются методические сто лет октябрьской революции заметьте что в массовом сознании никакого разговора о великой русской революции и о февральской революции нет по-прежнему это великой артебрьской революции и столетия артебрьской революции библиотеки которые тесно связаны с архивами тоже дают интересные примеры например предлагается литературно-полетический час обвинения свободой колесо истории такой вид работы есть как комментированные громкие чтения все они в крупном райценте предлагаются не только исторические документы но и рассказать дети революции проект революции и первое задание также отметим что на местах не забывается о том что предыдует настоящий год начавшийся год это год 80-летия великой жизни и поэтому предлагается в некоторых районах или областных центрах увязывается с 80 лет спасибо продолжаем пётр владимир директор николаевич баратов поле исследования интернет пётр Николаевич извините что я только сейчас заметил теоретическую досадную ошибку что у вас нет программы ну здесь же есть да это самое главное пожалуйста спасибо и возьми по-прежнему хорошо так достаточно хорошо да спасибо за минувший месяц стартовало несколько интернет-проектов посвященных грядущему юбилею октябрьской революции и одним из наиболее ярких из них представляется 1917 год «Свободная история» Михаила Зыгаря бывшего главного редактора телеканала «Дождь» и автора нашумевшей книги «Вся Кремлевская рать» это своего рода попытка перенести пользователей интернета из новостных реалий повседневности в тот же самый день только сто лет назад реализуется это при помощи записей от имени реальных деятелей революционной эпохи только сделанных в стиле публикации в социальных сетях работа проекта основана на обработанных его авторами в дневниках и письмах и базируется на платформе поисковой системы «Яндекс» его там можно легко найти реплики героев проекта также дублируются в виде записей в наиболее популярной в России социальной сети ВКонтакте причем для реальных исторических деятелей будь то Николай II, Ленин, Сталин, Троцкий созданы собственные профили пользователей с персональными данными, с меняющимися статусами вы можете их легко посмотреть, даже подседавая эти дырья сам Зыгарь заявил, что в России в силу ряда обстоятельств невозможно писать о будущем позволю себе короткую цитату единственное, о чем можно писать и не выглядеть идиотом это прошлое причем его можно менять даже на противоположный знак все что угодно прошлое куда более живо, чем будущее при этом журналист подчеркнул, что проект 1917 год не ставит своей целью трактовку событий а дает прямой доступ к их современному на наш взгляд, такой подход может служить наиболее показательным примером того, как использовать общедоступные и быстро развивающиеся формы распространения информации в соцсетях в научно-просветительских и прочих целях довольно наглядным свидетельством тому может быть еще и один проект действующий по праве статьи по аналогичному принципу он называется 1915 день за днем создан студентами и аспирантами исторического факультета МГУ и также базируется на социальных сетях за ним можно следить через ВКонтакте, Фейсбук или специальную ленту мессенджера Телеграм в ленте проекта из ФАКа, насколько нам удалось понять используются записи тех же виртуальных профилей из проекта Зыгаря хотя у них разные редакции и разные научные консультанты но как бы то ни было, наверное, за счет этого создается еще больше эффект присутствия когда две параллельные ленты используют фактически одни и те же виртуальные источники и таким образом находятся ну как бы в одной вселенной, получается, созданной заново а еще один примечательный проект также основанный на дневниках, мемуарах и переписке и привязанный к параллельной хронологии 2017-го и 1917-го годов это раздел 100 лет революции на сайте года литературы 2017 российской газеты перед Новым годом здесь, с поправкой на старое лизоисчисление, ввелся отчет до наступления революционного 1917-го записи, вошедшие в него были объединены заголовком Новый год на краю пропусти после окончания отчета это название сменилось на 1917 «Жизнь на краю пропусти» ну и еще отметим сайт «Революция и гражданская война» его создатели позиционируют его как некую попытку создания народной использовательской энциклопедии событий революции и гражданской войны это фактически мультимедийная библиотека ее тоже можно посмотреть информация, которая там есть, наверное, достаточно показательная это только несколько примеров того, как в интернете начали готовиться к юбилею революции но они наглядно иллюстрируют уникальную возможность сделать эти события элементом повседневности это важно хотя бы потому, что они и так проникают в современную и от них не виртуальную реальность из опыта предыдущего мониторинга стало понятно что нет такой исторической темы и такого исторического персонажа которого не получится политизировать за последние месяцы мы увидели несколько примеров о нем того, о чем уже говорили сегодня мои коллеги например депутат фракции ГПРФ в Незвездном законопроект запрещающий оспаривать результаты октябрьской революции бывший прокурор Крымой депутат Наталья Поклонская буквально объявила войну режиссеру Алексею Учителю снявшему фильм «Матильда» о взаимоотношениях Николая II с балериной Матильдой к Шестинской свои аргументы она регулярно приводит как в СМИ так и в своем блоге в живом журнале а запросы на проверку фильма уже направлены в Минкульт и личный генкульт выручаете почему я сейчас привожу эти примеры потому что подобные политические события завязанные на реальных столетней давности вызывают крайне масштабную реакцию в интернете достаточно посмотреть в комментариях к любой новости практически на любом сайте особенно если это все дублируется в социальных сетях и аккаунтах этого проекта не говоря же о том что нередко такие дискуссии все это переходит из дискуссионного кода в правовую особенно если учесть десятки уголовных и административных дел заведенных в Россию только из-за информации опубликованной в социальных сетях в заключение хочу сказать что в событиях революционного 1917 года каждый найдет для себя как героев так и собственный набор виноватых будет отстаивать свою позицию используя широкие возможности социальных сетей и других форм общения в интернете в лучшем случае участники подобные полемники ссылаются на определенные богатые знания по отечественной истории или хотя бы на быстрые упражнения по гугл и другим поисковикам в худшем на стереотипы сконсервированной вузной культуры все это происходит уже сейчас и наблюдать за тем как уголов проходит 17-й год можно в любой момент просто почитать спасибо спасибо т.к. Николаевич Татьяна Александровна Филипова вождей революции на сфере моего интереса то и при этом сравнивая все проблемные поля в которых наметилась рефлексия на тему лидерства в революции 17-го года то именно на сегодняшний момент журналистский тип презентации тема представляется не только более оригинальным но и таким который касается всех сфере почему тема лидерства так важна потому что напрямую затративает подсознание вопрошающее образ исторического лидера это всегда немного автобиографично всегда немного кроме этого парадокс революции состоит в том революции что самое массовое социально-еволюционное явление оборачивается повышенным интересом именно к личностям закономерность и в формате презентации что здесь есть для СМИ именно для СМИ показ феномен через личность всегда ярче видеть всего самой площадки к тому же личность это всегда легкая мишень для интерспективных и политических подозрений и всегда есть опасность в контексте личности попытки приватизировать деятеля революции с разными целями то есть опасность вчитывания в исторический образ своих собственных предпочтений и транслирования через СМИ можно сказать что даже на уровне общей риторики практически на всех площадках и в части СМИ и в части научных работ есть некое родство в определениях это темные силы они же бывшие политики и государственные деятели как правило политики либерального спектра и умеренные социалисты и вождей лидеров это естественно по части самых красных то есть это большевики это анархисты это эсеры вот это вот это триадность с одной стороны бывшие с другой стороны лидеры а с третьей стороны некое достаточно серое поле политиков и государственных деятелей с которыми просматривается образ либералов она достаточно устойчива в большинстве площадок удивительно что картина в движении этих образов лидеров революции лидеров героев или антигероев революции превращается в движение от Распутиниана до Лиминеана по части бывших уже достаточно ярко выступили журналы журналы как правило живут ревном в месяц поэтому неудивительно что февраль и марк будут отмечены в журнальной печати интересом именно к тому что было ровно сто лет назад это безусловно убийство Распутина как первой быстро превращаются буквально повторяется это название в многих статьях журнала таких журналов как живая история историк интерес к Распутину он ярок он медийным он понятен но подняется откликами таких тяжелодейших по части темы как Булгаков который тоже выступил в журнале со своей концепцией Распутинщина назвав ее удачно по памфлетным таранам когда субъективная нелепость революции оборачивается против объективных законов можно выражение памфлетных таранов очень легко предложить к любому деятелю революции который встречает в современном контексте негативные отклики и памфлетизация образов и лидеров революции это одно из радикальных направлений в нынешнем в нынешнем революции по поводу революции черный пиар против царя Ольги Шашковой тоже в журнале историк размышления на круглом столе проведенным мемориалом по части Николая II в историческом современном общественно-политическом дискурсе там тема царя государственных деятелей царской россии не распущены переводится в морально-морализатовско-политическую плоскость что тоже характерно для самой площадки интереснее на мой взгляд многочисленные выступления в СМИ Бориса Клонницкого из Питера здесь автор призывает не уменьшать роль как раз бывших не преуменьшать роль условно-евариационных сил самого императора его окружения в старте революции что имеется в ряде проявлений рефлексии на эту тему равно как не преувеличивает и роль большевиков ни в феврале ни в октябре то есть для автора внешнее проявление лидерства ничто в сравнении с психоисторией самой революции которая прокладывает себе путь через самих ее деятелей интересны хотя и предсказуемые выступления многочисленные выступления американского исследователя то можно сказать российского американского фрештинского о Ленине и Троцком как о сямских лизницах этот образ настолько настолько важен самому автору что весь последующий физиологизм проявлений он напоминает рассказ в свое время Аркадия Верченко где он представляет Троцкого мужем роскошно одетым с сигарой сидящим у камина а Ленина такой незадачливой серой вышкой живой которая перетирает посуду пока роскошный муж Троцкий сидит за камином и там что-то возвышенное вот этот образ он настолько яроходячий имеет историческое углубление что волей-неволей даже в серьезных рефлексиях проступает это это родственность и это внутренняя конфликтность двух людей в журнале историк у Александра Елисеева Ленин Троцкий Враги и Саид Троцкого то есть здесь есть какие-то психоистории самих авторов очень занятно через интерес к этим личностям просто поступают какие-то очень яркие личностные свойства вопрошающих более рационально себя ведет в на на всех площадках на которых поступает историк комический историк Александр Шубни его такая симпатия к левому она скорее касается мягких анархистских анархистских проявлений в отношении большевиков там однозначно идут отрицательные эволютивы и таким с холодным скальпием человек подходит к препарированию образа Ленина из книжных проявлений два наиболее ярких среди прочих массы выходящих планирующих это в 15 году книга и ожидаемая его книга в семье Жозел Ульянов Казань Ленин здесь попытка выступить сверхоригинально и и через психогеографию путешествия Ленина и его казанское происхождение просмотреть историю самодеятельности Ильича и последствия его прихода к власти здесь география играет самостоятельную роль иногда это у авторов получается очень занятым по крайней мере это изобретение нового образного ряда в подходе к такой уже давно прописавшейся в исторической науке и публицистике фигуре как Владимира Ильича Ильина интересна своим подходом к источникам монография Войтикова публикованная здесь монография под названием «Узда для Троцкого красные вожди в годы гражданской войны» во-первых и своим новым источником материалом и деликатным отношением к самому источнику но и очень интересным подходом автор пытается вычислить что мы имеем в революции и в противопающей гражданской войне борьбу прежде всего структур или личности или какой-то корреля между борьбой личности создавших под себя эти структуры или структуры в их жизнь по мгновению по крайней мере здесь очень динамичный текст этим он и отличается от многих других публикаций что мне сказать в заключении в заключении обратите внимание на интереснейшие диалоги по поводу лидерства в революции которые ведет Виталий Виталий Деморский с несравненным Дмитрием Быковым очень интересно наблюдение самого Дмитрия Быкова отвечающим подсознанию современного интеллигента который пытается разобраться в мире в иерархии в иерархии вины лидеров революции за то что случилось с Россией Собственно для него для Дмитрия Быкова Ленин меньше зло чем Троцкий Инструменталист технолог от власти Троцкий в упоении демонизмом своей маской романтика в черном плаще он чрезвычайно пошел и тем самым уже для эстета всегда приговорен к историческому небытию как с этим соотносится то что иерархизм стал наиболее ярким левым движением в мире двадцатого века трудно сказать но сам подход достаточно интересен посмотреть насколько эстетически актер исполняющий роль лидера соответствует роли который он из себя возложил и в этом смысле очень занятна мысль Дмитрия Быкова о том что народ готов терпеть жестокого и гласного лидера но не готов терпеть бездарного и вялого Ленин это всегда корреля Петру тогда как последующий также отличается от своего прототипа Распутина или Тунгусский метеорит от Челябинска то есть измельчение дискурса лидерского измельчения дискурса Эггента вот что прежде всего замечает Дмитрий Быков и уже некоторые прочитаны услышаны феномен политического лидерства привлекает в наши дни к себе внимание по причине рубежного характера нынешнего политического времени затянувшийся кризис мировых элит идет к усилению значений управляющих людей даже экстравагантных что мы имеем в виду в случае с Соединёнными Штатами и это не медийная мода на персону а в самом деле весьма существенное весьма продуманное отношение к государственным политическим силам и всегда сравнение с лидерством эпохи революции будет применимо и будет работать на площадке сегодняшней революции что за этим стоит безусловно некая организация мышления организация сознания но как всегда любите ненавидеть для народа в значении пользователя создают значение разумного общества все равно равно значимую и в следующем ближайшем месяце я думаю именно в тартурке лидеров деятелей эволюции мы получим наиболее ярким и последнее сообщение у нас среди петровичи черпины сегодня он назвал свое сообщение новое пополнение образа ювелейной коллекции и потом перейдем к вопросам и ответам здесь даже несколько новое выполнение микрофон несколько новых подходов мемов и мемов и мемов напоминается 9 мемов 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 даже биологические информации состоят из генов мемов подвержены естественному отбору мутации и мемом можно считаться УАИДея исторический миф образ осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку. Такая передача мемов – аналогичная депликация, то есть размножение генов в биологии. Мемы могут размножаться по море и помимо моря своего носителя. Мемы могут видоизменяться, комбинироваться, разделяться, чтобы размножать новые гены. Мемы часто образуют группу, мемклекс, соединяющую несколько мемов. И, что для нас важно, носители мемов, то есть мы, постоянно оставляют материальные проекции этих мемов – тексты, изображения, скульптуры, архитектурные объекты, видеозаписи и т.д. Эти артефакты позволяют сосредить эволюцию мемов, от их заражения до наших дней. Чаще всего мемы используются для описания эволюции идей, например, в нем религия. Нас же интересуют мемы, порожденные историческими событиями, историческими, личностными или материальными объектами. Это прежде всего мемы, хотя бы все эти эволюции. Включающиеся в мемы – Лейдин Аврора, Штурм Зимнего, Революционный Матурский Солдат и т.д. Мемы с Лейдин Аврора, в свою очередь, включает себя мемы залпового. Захватывающие эволюции этого мема мы сейчас рассмотрим. «Итак, 25 октября 2017 года, примерно в 25 час 40 минут у Лейдин Аврора, Лейдин Павлович Огнев, прекрасный, кстати, фамилия Лейдин Аврора, признал холостой выстрел «Аврора» Уже через день, 27 октября, в газете «Правда» было опубликовано письмо ко всем честным гражданам города Декадрада команды прессора «Аврора», которые выражают свой резкий протест по поводу брошенных объединений. «Аврора» открыла огонь по «Синему дворцу» неверно провокационным слухам. Что касается «Быстрого Воскресия», то был признан только один холостой выстрел из шестидюмого орудия, обозначающий сигнал для всех слюжов, стоящих в неверке и призывающих на бдительность и готовность. Напрасно писали. «Через три года на Дворцовой площади, тогда площади Ульцкого, поставили массовую социальную феерию, взятие Зимнего дворца, в которой принимали участие более 8000 человек, подлинные танки, броневики, пулеметы, оркестры с 500 музыкантов и, конечно же, грейсера «Аврора». По сценарию грейсер должен был дать день залпа. После чего вступал оркестр и начинался штурм дворца. Но что-то пошло не так, и пушки «Авроры» грохотали без перерыва более пяти минут, пока костры на милочке рекурьера не остановился перед пухом. В 330 году генеральный старочник Евгений Шварц написал книжку медведей, «Трехер Аврора». В ней мы находим такую мутацию мема дал Аврора. Бой у Зимнего дворца уже шел, когда Аврора дала залп из шести орудий, но властными снарядами. Испугавшие защитники дворца кинулись бежать, дворец был взят. В конце концов, работа Житонасского среди циркционеров привела мем в катонической форме. Там видно, все видно, что написано. Вторая часть надписи «Крейсер Аврора, громом своих ушек, направленных на земли дворец, ввестил 25 апреля начала 1-го иры, великая социалистическая революция». Это точный цитат, анистратковый курс истории в 1938 года. При этом неречные удовольствия ни в какие, ни рисунки, книг, где был бы изображен именно залп, то есть одновременный выстрел из нескольких оружий. Везде это одиночный выстрел из бакового орудия. Цитата. «Подвергается критике в некоторых произведениях, в журналах и других наших изданиях, то, что в сердцах нашего народа является самым святым, самым народимым. Ведь договариваются же некоторые наши писатели, а их публикуют, до того, что якобы не было залпа урора, что это, мол, был холостой выстрел и так далее, что не было 28 памфиловцев, что их было меньше. Чуть ли не вырубан тот факт, что не было клочков, не было призывов, что за нами Москва отступать нам не было. Договариваются прямо на телевидических высказываниях о революции и других исторических этапах героической истории нашей партии и нашего советского народа. Это сказал Леонид Ильич Брежнев. На заседании будет бороться с 10 ноября 1966 года. Ну, а дальше с каждым годом все интереснее. 67-й год это была 50-летняя годовщина революции, 68-й год Чехословакия, 70-й год столетия со дня рождения Брежнева. Соответственно, секционная работа была усилена, и только после ухода селекционеров из Промидурона Бел Залп Авроры енил миру то есть намного интересные мутации. Например, Фирвер Залп Авроры, 16 залп, рекламный столб, Вера Техническая батарея Аврора, приготовьтесь к перевороту вашего мира. Фирвер Супер Мои, Залп Авроры, который проходил в 99-ю годовщину публикацию опровержения от Алпы Авроры моряками Авроры. А поэты, работающие в интернет-магазине электронных сигаретов Аврора, предлагают покупателям следующий аромат сигаретных жидкостей. Выстрел Авроры с оттенком ядрочек вишни и народных ожиданий. Авра Авроры Вкус Победы 17-го года с нотками артиллерийского выстрела и оттенком пушечного дыма. Аура революции, насыщенный редкий вкус на тростке папирос. Октябрь 17, незабываемый вкус с холодного октября 17-го года. А вот это, конечно, этот рисунок может служить и попросить на трудов Михаила Зубкина. Вот это коммутация мема коммутация мема между траковкой той самой новой эрой. Здесь написано «Зато у нас есть речь о уродине по достойным выстрелам склонят разрухи». И теперь в городе в городе порождающий мнение грейс Раврора. Почти 70 лет он пребывал в революционном состоянии. Вам удивлено в октября. Разве что в 1966 году, очевидно, 259 октября вышел бы фильм «Гордый корабль». 18 минут длительности, кстати. Там открытующее о том, как сделанный детьми игрушечный кораблик с названием «Аврора» попадает из него в первой океан, выгружая там враждебные филистические армады, как военно-морскую, так военно-воздушную. Сегодня нет, встреча об этом он принял как всему восстановлению справедливости его в Одессе неправильно и власть его. Все такие бронепалуты из Робинвуд первого рада. Какого болезни? Уже пора. На самом деле это единственная мутация мема была в брежневские времена. был такой анекдот, что по ночам из Музолея Ленин стал пропадать. Его обнаружили в лодочке на Москве реки, фарматором там проверяют, потому что его там не пройдет. Поэтому это давно мы реализовали мутации. Часто встречаются мутации вида слайд-фруиза, то есть «Аврора» космический крейсер. Причем снаряжают такие крейсера уже для атаки цели узкие эти зоны. Интересная и институционная работа встречения мемов. Очень популярные гибриды гибридизации «Аврора» это с рейперскими горлоками. Но выше достижений информационных речулинцев можно считать гибрид. Крейсера «Аврора» скитали в штрафе Джеймса Терри «Аврора», и «Аврора» «Аврора» «Разборная Канера» «Аврора» 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 Спасибо, Сергей Петрович. Как всегда, очень интересный парадоксальный. Итак, уважаемые коллеги, теперь мы переходим уже к выступлению, к вопросам. Но имейте в виду, что у нас всего 20 минут, поэтому мы играем уже в игру «Блиц». То есть очень короткие вопросы, очень короткие ответы. Пожалуйста, кто первый готов начать. Да, я хотел еще представить, там присоединился еще один участник нашего проекта, Дмитрий Иванович Рюкшин, Казановский государственный университет. Дмитрий у нас мониторит проблемы, связанные с молодежной средой, с студенческой и экстремистскими молодежными организациями. Итак, пожалуйста, кто готов? Да, пожалуйста, только я прошу обязательно предоставляться. Хорошо, Сергей Кудратенко, ведут статистический процесс, Сергей Кудратенко, в первом выступлении произошла великолепная фраза по поводу белогвардейской атаки. Можно было бы немножко поподробно, что это такое, что она себя включает в какие-то тезисы, которые ее сопровождают авторы книги. Просто с подобными явлениями я сталкивался, как человек, который готовит тоже цикл мероприятий, посвященный столетию революции. С подобной точки зрения я сталкивался, я хотел бы немножко поподробнее. Совпадает то, что вы говорите, с тем, что я видел на практике. Это российское военнослужащие общество. Ну, тут же следует. Хорошо. Это не только они. Ну, в качестве примера, в общем, это российский статистический исследователь, где недавно Павковский сменил предшествие, которое создало эту конференцию. Там все еще, конечно, я по налоге Сленской, естественно, фраза «Космейский контакт» накопитал. Очевидно, те наши коллеги, ну, в основном, не стольки, а именно политика, которые лично синтетизируют к белому движению и до сих пор не любят советскую власть, что уже давно нет. Вообще, хорошо любить власти, не любить власти, которая давно нужна. Это очень так спокойно и очень где-то даже комфортно. И поэтому, мне кажется, что не порой в своем явлении в борьбе с октября, все остальное, он забывает о своем долгии, то вся аналогистическая. Условно говоря, мы должны стоить мозг, любому стольку, между прошлым и будущим, если дорожник стоит мозг плохо, он уже дюхал. И стоматолог там чуть-чуть подтачит, это сразу заметно. Когда мы шутил метло, это, в общем-то, не сразу заметно, потом, впоследствии, как мы храним. В данном случае, Геннадий Анатольевич, поддержку в том, что если уже пропадать по полглавийскому 17-й год и добиться победы, то, собственно говоря, в наше пространство будет как по ветеранусь. Водяная равнина приходит, и получил, не в прошлом, а в ближайшем. Спасибо. Вы можете потом договориться. Сейчас главное обозначение будет чужели, которое вас волнует и для нас, и для вас. Есть еще несколько вопросов. Посмотрим, если не будет дальше. Пожалуйста. Представьтесь. Я хотела бы узнать, я занимаюсь вопросом эмиграции, и тут были подняты какие-то новые, возможно, архивные документы, мемуары, эмиграции, которые переехали. Я очень много писали о революции, свои ощущения, какие-то свои воспоминания. Спасибо. Это для вас вопрос, и он звучит второй раз, потому что на первой пресс-конференции вы не смогли быть, поэтому, пожалуйста. Вы знаете, цифры эмиграции были огромные. В квартирах было около 5 миллионов военных лендов, которые после эмиграции, особенно после велика терраса, оказались на улице, как бы, бесхозными. И было около трех миллионов перемещенных лиц внутренних, из оккупированных территорий Польши и Прибалтики. Так что вот это огромное количество людей создало определенную проблему и для новых властей, и для белобвардейцев. Большинство этих, вот я видел многие материалы, они, кстати, не востребованы. Фонды в том же архиве Большинской Центральной Партийной, ГАСП, это наше все. Фонды Бюро Циркопартии по работе с интернациональными кадрами Это репетинция началась в зрительном зале. Что ясно из этих фондов, что большинство документов и в основных языках военнопленных. Там были секции ленгерская, чешская, югославские народы. Была большая очень группа китайцев, по-моему, до полмиллиона, но материальная память почти не сохранилась. Сохранились свидетельства о единицах, которые стали видными деятелями международного коммунистического движения Коминтерна. Но мое личное мнение, опять-таки, субъективное, что это невостребованное не терялощее, потому что в годы советской власти упор делался на международные и интернациональные связи в Радских Компартии, поэтому выходили препарированные сборники такие ура, заушательские. А после 1991 года понимаете, что, например, тем же венгарам и полякам неудобно было вспоминать огромные роли их соотечественников в факторской революции. Так что сейчас, через 25 лет после событий в 1905 году такой хороший момент, чтобы на этот вернуть бесшире потом продолжить я не знаю, пожалуйста. Я хотела задать вопрос акции, посвященные столетию революции, которые проходят в течение сего 2017 года. Где митингов, пресс-конференции, через передач. А не разбудят ли они протестные настроения в отчестве в отчестве древесных организаций на территории и я позволю себе ответить на этот вопрос. Поскольку занимаясь собственно мониторингом молодежных настроений в ожидании столетия октября, мы столкнулись с очевидным выводом, что юбилеты в общем необязательные и по большому счету мало востребованы в широких слоях населения. То есть если мы будем говорить о ситуации в октябре, то она привела в общем-то по большому счету на мой взгляд к их врождению. Поэтому представить себе, что некие акции приведут к массовому движению, связанному с октябрем, на сегодняшний день достаточно сложно. если по великой победе ситуация была прямо противоположной, то есть молодежь интересовалась этим событием, считала его своим, совсем не так, как зачастую его пытаются представить, неудачно, то вот здесь население, включая политические активные населения, включая людей оппозиционно настроенных, даже системно оппозиционно настроенных, оно исходит из того, что событие может быть и великое, но использовать его прямо сейчас, некий символ, знак, стигмат движения против власти либо неудобно, либо неудачно, либо время еще не наступили. Поэтому, во-первых, я сильно сомневаюсь, что акции будут массовыми, то есть они, конечно, будут, как минимум все исторические факультеты всех институтов проведут конференции по полному столетию октября. В СМИ это пройдет, но вот в массовости именно социальных акций я сильно сомневаюсь, а во-вторых, я очень сильно сомневаюсь, что это будут протестные акции. Я только добавлю, опасения такие есть. По моим неформальным разговорам членов Нью-Йоркомитета большого, у них какое настроение потише, не раздражать, не вызывать ассоциации, параллели и так далее. Это и есть опасения, но я согласен с Димой, что, скорее всего, это напрасные вещи. Потом, мы еще можем если будет времен, потом вернулся. Пожалуйста. Как вы считаете, не является ли действием в августе 91-го года всем известный августовский путь тем же ауто-деструктивным поведением, что и на Украине в 13-14-х годах, только с другими возниками, цветами и покровавыми солдатскими слюными на щеках, а также не является ли эти исторические события наследниками революции 2016-го года? Это прямо она будет шпаргалка вопроса. Для экзаменов это я не могу сказать. Но вообще этот вопрос мало имеет общего с темой моего мониторинга, потому что речь идет о пуче в России, да? А я собираюсь заниматься мониторингом постсоветских стран. Но если вас так интересует мое мнение по поводу пуча, то я могу вам сказать, что не люблю исторические аналогии. Я полагаю, что каждое историческое событие уникально, неповторимо и можно находить какие-то небольшие сходства. Поэтому мне кажется, что августовский путь 1991-го года мало чем напоминает события в Украине и поэтому его вообще можно считать не до коробек, это не до конца исследованное событие. Это было слишком близко. Поэтому мы еще не имеем всех документов, на основе которых мы можем составить четкое точное адекватное суждение об этом пуче. Вот когда мы будем иметь документы, я привыкла основываться в своих суждениях на документах. Вот тогда мы и решим, если какие-то аналогии нет, во всяком случае пуч, история пуча ждет своего исследователя в будущем. Спасибо. Еще вопрос. Пожалуйста. Спасибо. Олег Романовский и Московский и Невский. Буквально днями две недели назад в российской газете состоялась пресс-конференция, посвященная 18-го фара, как памяти погибших февральскую революцию. И опять всплыл знаменитый вопрос сейчас по существу, размеживание определенного. Так вот, примирение или покаяние и часть вот опять сейчас с той стороны именно акцентом на покаяние, то есть нужно покаяться перед теми кто уехал и так далее. Я особенно хочу акцентировать этот вопрос вот, так как сейчас четвертое и пятое поколение сейчас актерская революция история другой и опять это опять размеживание и кто ты такой и кто виноват опять разбираться или мы все это наше общество достигает той позиции что нужно примириться по примеру с той же Францией и перестать Спасибо. Через Антонин как специалист по покаянии пожалуйста Я думаю что это как раз связано с моей темой поскольку церковь неоднократно понимала сюжет но рецепта ведь нет и ответ на самом деле что у вас в руках программа мероприятий которые будут посвящены памяти погибших в феврале 17-го года и будут проходить в феврале субтитров 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 но между тем сейчас появляется больше публикаций в которых рассматривается позиция церкви которая как раз в революционной дни была не столь однозначной и церковь по крайней мере не задействовала своему ресурсу своего потенциала мощного положив его скажем на контрреволюционную чашу весов то есть вот эта проблема покаяния или примирения она я думаю в течение всего года именно в религиозном дискурсе у нас присутствует в религиозном дискурсе осмысления революции спасибо Сергей Георгиевич я не хотела догадить мне приходилось с моей сферой ответственности по части лидеров революции как раз затрагивать этот вопрос разумности уместности темы приверения и покаяния здесь намекался синдром который я назвала синдромом пастернака который в свое время сказал о Сталине и о Сталине и Хрущеве раньше нами правил тиран и убийца теперь дура и свинья вот жестко но внутренне и страшно но тоже форма не только примирения апроприации принять его как свое и есть вторая форма гораздо более востребованная мне кажется сейчас общественным мнением вот ее озвучил Григорий Юдин когда представлял доклад вольного исторического общества какое прошлое нужно будущему России замечательная фраза я его потом себе процитировать мы живем на территории которая потерпела рекордное количество исторических изменений в течение 20 века но при этом господствующая идеология рассказывает нам что Николай II вручил эстафету Ленину и сказал ему берегите Россию Ленин вручил эстафету старым всеми словами а дальше они донесли ее до Владимира Путина и все сказали друг другу берегите Россию это объективно сразу отсекает большое количество людей которые не узнают себя в этой картинке люди начинают чувствовать что их не прописали в истории вот чем может привести некоторые формы изменения спасибо во слово именно я хочу акцентировать внимание входит в вопрос очевидно что что это и это проблема прошло действительно что лет с эпохи Ивана Грозного прошло более 400 лет и мы видим похожие подобные явления раскола причем неразрешимого непреодолимого раскола в профессиональной среде и в культурном среде нашего общества что это может означать я хотел бы обратить внимание что скорее всего это знак глубокого достаточно антагонистического социального раскола сегодняшнего дна и различные могут быть формы проявлений оформления этого раскола в белую идею красную идею троцкизм марсиал все что угодно но мы не если ученые если историки не покажут это измерение не покажут эту реальность то мы будем и дальше барахтаться вот спасибо еще вопросы спасибо еще вопросы пожалуйста опять таки опять вопросы списка резинационным вопросом на счет трудно понять привлекал большее количество левых сторон так вот не кажется ли вам что симпатия к расистскому движению обусловлено родной для человека жестокостью которая является одним из первых пунктов в оценке лидерской силы и троски являлся именно один из тех кто скажем так мог громче и привлекательные давать рыб и больше всех сходить пути на врагов его общество и социума я цитировала героев своего мониторинга не удивляйте ему вот эти отношения троцкого устойчиво существует в современной и науке и современной публицистике в проявлениях творческого порядка в фильмах удивительные дробности образа удивительно он несмотря на то что он как бы особняком стоит в истории революционного движения он всегда находится в тени ленина и очень много следователей пытаются его из этой изобретений достать и показать с разными новыми градациями самых новых амплуа этот образ вот это именно то что я отмечала на основе книги одного из авторов показать структура и ее лидер лидер ли создает под себя структуру или структура ведет за собой логикой развития менеджмента государства но только проведущаяся эта личность во всякий случай крайне негативная оценка троцкого и троцкизма которые многие считают мифом что нельзя назвать троцкизм учения вот это у меня как у человека в 20 веке вызывает удивление как раз троцкизм это и можно назвать одним из популярных шиклевых учений и течений в мире но вот то что многие исследователи из троцкого непосредственно выводы помимо ленина помимо Сталина помимо опыта реального социализма в СССР из него непосредственно выводят линию на Мауи полпота вот это сейчас одно из наиболее ярких проблем все на зачет наговорили два коротких вопроса и вы подводим итоги и так Мария, Дмитрий, Александр Пожалуйста, вы почему получите в какие страны? Нет, да, вопросы? Пожалуйста Можно задавать несколько вопросов? Один только Один сможет, да? Тогда давайте простое вот Дмитрий Руслан, у меня вопрос по поводу по Советскому пространству потому что, наверное, это очень важный вопрос, очень важное дело и понять революцию гражданской войны без анализа того, что происходило на окраинах Российской империи в этих регионах просто невозможно это очень важное дело и те торги национальных элит, которые очень сильно на себе заявили и даже без эсэрки тех событий, которые были в последующем национальное строительство в СССР и очень хорошо посвятили события в Средней Азии, как оценивают, в Прибалтике, в Украине, в Беларуси но страны Закаркази, как там сейчас оценивают события 17-го года? потому что, по сути, это тоже возрождение национальной государственности и армянская, и Мусалатийская, и Забаджан, Грузия вот этот момент как там сейчас оценивают? и хотелось немножко про поводу Средней Азии в последний момент все завершают Средние Азии, которые они идут на счет с 16-го года, а к 17-му какое у них отношение в этих странах? Ну вот, что касается восстания, то касается восстания 16-го года, то я могу только повториться, что именно эту дату они в основном предпочли считать юбилейным годом своей эволюции а что касается 17-го года, то они, скорее всего, его просто проедут, и все то есть никаких серьезных мероприятий, возможно, не будет хотя в течение этого года мы можем что-то и ожидать, пока еще вопрос-то остается открытым а что касается стран Закавказья, я должна признаться, что пока у меня еще нет достаточно в репрезентативных материалах, чтобы вам что-то сказать я только предполагаю, что все три Закавказские республики будут идти, так сказать, своим путем если Армения, возможно, где-то как-то пророссийскую линию возьмет на празднование, то Грузии определенно нет, а Азербайджан где-нибудь посередине останется то есть мы скоро узнаем, пока что я не располагаю достаточным материалом, простите вы знаете, наблюдение, что нам надо еще поддержать, действительно, дело в том, что какое-то запастывание, то ли они смотрят, что Россия, да, предлога, тогда мы даже с ним, что нам недавно обговаривали ее тему, и вы знаете, даже у нас возникает вопрос, что не перебьет ли и оценка отношений по советскому простану не перебьет ли другие темы, которые сейчас подняты после речи Петра Толстого, вспоминаете Черносозинства и так далее, может быть, это станет центром мониторинга Львова Султанова Коллеги, конкретно по Азербайджану я просто хотел напомнить, что для Азербайджана это очень важный сюжет, поскольку сейчас там позиционируется Азербайджан как первая в исламском мире демократическая республика, возникшая еще до возглашения республики в Турции Ну, не конкуренто, но, да, конечно, и так же Грузия тоже самая, да, и так же Ну, не музыманская, да, а учебянская, да, и так же последний вопрос, последний вопрос, пожалуйста Потом нужно неформальные части продолжить дискуссию, то, что они договорят, пожалуйста, представьтесь Есть ли какие-то направления в современной журналистике, которые заново будут открыты благодаря столетию? Ну, знаете, про направления в журналистике я, наверное, скажу, направления в журналистике, как они были, кстати, до 17-го года Так они продолжаются и сейчас, и они неизменны, но, наверное, как бы количество новых материалов и группы проектов похожих на, ну, и не похожих на проект, Ждущийся в журналистике появится, может быть, про направления какие-то форматы или контенты нашей сферы, я думаю, вряд ли, я думаю, что будут использовать, но, может быть, более активно уже существующие Субтитры создавал DimaTorzok